Добрый день, уважаемые коллеги! Меня зовут Александр Горячев, компания FreshForex. Сегодня у нас пятница, 9 октября, и мы начинаем вебинар «Ежедневный обзор валютного рынка». Перед началом вебинара необходимо проверить качество связи. Если меня слышно и видно, поставьте, пожалуйста, плюсов. Отлично, благодарю за обратную связь. Начинаем вебинар с календаря событий. Сегодня у нас достаточно мало интересной статистики. В 11.30, то есть через час, будут данные из Великобритании по торговому балансу. И также сегодня в Америке состоится встреча МВФ. Сегодня первый день, и эта встреча, саммит МВФ, завершится в воскресенье. Когда будет третий день, и там уже будет опубликован итоговый пресс-релиз данного мероприятия. Поэтому сегодня начало данного мероприятия, соответственно, никаких комментариев важных не будет. Все важные комментарии от МВФ будут сделаны в воскресенье, когда уже рынки у нас будут закрыты. Начинаем обзор с пары евро-доллар. Сейчас пара евро-доллар подрастает, и на мой личный взгляд, сегодня следует использовать абсолютно ту же стратегию, что и накануне. Сегодня накануне мы говорили о том, что в первый час Лондона рост котировок, затем уже снижение. И в этой связи продаем с 11 ровно по Москве, и также ставим ордер на продажу на максимуме часа первого лондонской сессии. Сегодня, на мой взгляд, будет повторяться такая же тенденция. То есть сейчас будет рост котировок в первый час Лондона, и затем уже будет снижение. В этой связи я бы рекомендовал продавать пару евро-доллара на максимальном значении текущего часа. То есть ждем закрытия часа, и в 11 часов смотрим на максимум, и на этот максимум устанавливаем ордер на продажу. То есть шортим пару евро-доллара. На мой личный взгляд, пара евро-доллара будет снижаться. И здесь можно выделить несколько причин. Первая причина – это то, что у нас накануне были опубликованы протоколы последнего заседания ЕЦБ. Накануне также были опубликованы и протоколы Федрезерва последнего заседания ЕЦБ. Начнем с ЕЦБ. Здесь ЕЦБ указал на то, что, по мнению монетарных властей, единая европейская валюта достаточно сильно укрепилась. Она за последние два квартала укрепилась на 4% с небольшим. И здесь Марио Драги и его коллеги говорят о том, что данный фактор нежелательный для инфляции и для экономического роста. То есть монетарные власти нам намекают на то, что курс евро очень высокий, и здесь необходимо, чтобы курс снижался. Также монетарные власти указали на то, что при необходимости они сразу же готовы пойти на увеличение стимулирующих мер. То есть если инфляция еще некоторое время будет в отрицательной области, то здесь сразу же происходит увеличение КУЕ. Соответственно, расширение стимулов, пакеты стимулов, факторы негативные для валюты. Если посмотреть на Штаты, то здесь накануне Федрезерв также опубликовал протокол. Здесь в целом все было повторение событий месячной давности, практически трехнедельной давности. Здесь Федрезерв, представители ФРС указали на то, что они не повышают ставки из-за того, что инфляция низкая, по их мнению, и повышение ставок несет себе риски для инфляции. Также они испугались замедления темпов экономического роста в Китае. В общем, все то же самое, что они говорили и непосредственно в экономическом прогнозе, а также все то же самое, что и говорил Джанет Йеллен на пресс-конференции. И в очередной раз было отмечено то, что по мнению Федрезерва уровень безработицы достиг целевой отметки. То есть безработица сокращается и сократилась достаточно быстрыми темпами и отметили позитив на рынке труда. Поэтому здесь у нас накануне рынок сначала немного подрос в паре евро-доллар, потом стал снижаться. Здесь, на мой личный взгляд, сейчас идет банальное спекулятивное движение. То есть вот сейчас в первый час Лондона поднимают котировки, чтобы затем их опустить. То есть, видимо, где-то наверху у нас либо в области вчерашнего максимума, либо чуть выше расположились ордера на продажу у крупных участников. И маркетмейкеры сейчас рынок котирует именно в эту область. Потому что в целом ничего негативного для доллара сейчас нет. То, что Федрезерв ставки не повысил и он боится низкой инфляции и замедления в Китае. Об этом они уже говорили три недели назад. То есть тогда доллар тоже был под давлением. И здесь уже это не событие, не новое. А вот новое событие то, что ЕЦБ указывает на нежелательный фактор роста курса европейской валюты. Что это будет способствовать замедлению темпов экономического роста, будет способствовать снижению положительного сайта торгового баланса и негативно скажется на инфляции. То есть ЕЦБ уже делает прямые намеки, что рост курса евро является фактором негативным. Вчера также была статистика из Штатов. Хорошие данные по заявлению на посоль по безработице. Заявки очень сильно сократились. Здесь четырехнедельные средние сейчас находятся на минимальном уровне за последние два месяца. То есть все это указывает на то, что мы по итогам октября, уже в начале ноября будет отчет за октябрь, мы сможем увидеть снижение безработицы на 0,1% до уровня 5%. В Америке это фактор тоже позитивный для экономики. Поэтому здесь все эти события вчерашние способствуют тому, что дифференциал доходности облигаций США и Германии продолжил расширяться. Сейчас уже 150 байсных пунктов, накануне было 148,5. В среду у нас дифференциал был 146, то есть дифференциал расширяется по одному байсному пункту, по полтора в течение дня. И этот фактор является негативным для европейской валюты. И также фактор еще один негативный, это то, что увеличиваются операции carry trade, то есть есть спрос на фондовых рынках, высокодоходных кросс-курсах. Самый любимый кросс-курс у carry traders это австралийский доллар, японский иене. Здесь очень хороший рост котировок, вертикальное движение. Здесь получается у нас есть устойчивый спрос на рисковые активы, соответственно будет давление на евро, как валюты фондирования. То есть евро сейчас актив безопасный. Поэтому здесь я ожидаю, что вот сейчас некоторый рост котировок, и затем уже с 11 часов по Москве устанавливаем ордер на продажу на максимуме текущего часа. Какой он будет неизвестно, вот сейчас максимум у нас 1.13.15, он может быть повыше, может останется на прежнем уровне. В общем, какой максимум будет, на нем размещаем ордер. И ждем снижения к нижней границе по Боллинжеру, это у нас отметка 1.12.57. Вот такой сценарий, на мой личный взгляд, по паре евро-доллар на сегодня. Уважаемые коллеги, задавайте, пожалуйста, свои вопросы. Я на них с удовольствием и отвечу. Сейчас мы приближаемся к первому уровню сопротивления на сегодня. У нас на сегодня сопротивление 1.13.18, 1.13.73 и поддержки 1.12.69, 1.12.16. Так, они влияют чисто вербально или еще как? Андрей, благодарю за вопрос, влияют по-разному и вербально, и невербально. Вчера были сделаны, скажем так, вербальные интервенции. Что касается, как они могут еще повлиять, они сначала могут заявить о том, что расширяют пакет стимулов и затем уже, то есть возможно расширение пакета стимулов, и затем уже непосредственно данные, стимулирующие программу, они изменят. Соответственно, это уже будет реальное изменение. А что насчет плохих данных на нонфарме? Уточните, пожалуйста, что вы имеете в виду, что насчет плохих данных. Данные были неделю назад, они уже давно отыграны. Что здесь должно еще произойти? Уточните, пожалуйста, чтобы было понятно. Данные были плохие. Мы говорили на вебинарах в понедельник и в авторник, что доллар будет из-за этого под давлением. Доллар будет снижаться, товарные рынки будут расти, нефть будет расти. То есть мы уже об этом говорили. Что сейчас еще можно об этом сказать, я лично не знаю. Здесь уже неделя прошла, это уже не актуально. Может быть, рост Ауди, то есть доллар австралийского к японскому не за рост Ауди. Олег, благодарю за вопрос и за рост и австралийского доллара. Вы совершенно правы и в большей степени за счет роста именно кэрри трейд. Потому что если бы у нас фондовые рынки шли вниз, а допустим, австралийский доллар, японский инверх, тогда действительно, да, за счет, видимо, каких-то особенностей австралийской валюты, австралийской экономики. Но сейчас именно такой глобальный спрос. Смотрите на фондовые индексы. Они сегодня все в зеленом цвете, то есть рост котировок и в Европе. Сейчас Европа открылась, был рост в Азии. Накануне был рост в Америке, в Бразилии. Поэтому здесь такой глобальный спрос на рисковые активы. Если по евро курс укрепился, то значит будут вверх толкать евро-бакс. Александр, это если вы имеете ввиду про комментарии Марио Драги, то нет, наоборот, будут толкать курс евро-бакс вниз. Так, реакция протоколов будет только сегодня. С каких именно протоколов, Илья, уточните, пожалуйста, с протоколов ЕЦБ или ФРС? Из-за плохих данных на Монфарме может еще отложиться повышение процентной ставки. Будет отыгрываться это, ожидаемо, в долгосрочной перспективе. Благодарю вас за комментарии. Вы действительно правы, что плохие данные по Монфармам. Но здесь необходимо понять, что на одних только Монфармах прогнозы ФРС не строятся. Прогнозы ФРС строятся на инфляции на Монфармах. Монфармы могут быть какие угодно, но если у нас безработица будет, допустим, 5%, средний заработок будет расти, а Монфармы, допустим, у нас будут не по 200 тысяч, а по 150, то все равно инфляция будет увеличиваться, и тогда уже ФРС может ставки повысить. Понимаете, здесь Монфармы это не единственный показатель, и он не самый главный. То есть, я бы даже сказал, он вообще не главный показатель для именно Федрезерва. Данные были плохие не только по Монфарму, здесь в первую очередь были плохие данные, то что не было среднего заработка. Поэтому здесь, если бы у нас Монфармы были, как и в итоге опубликовались, и, допустим, средний заработок бы увеличился, тогда здесь бы данные были хорошие. Поэтому Монфарм это не тот показатель, на который ориентируется ФРС. ФРС ориентируется на инфляцию и безработицу, уровень безработицы. Поэтому здесь, если Монфармы будут 150-160 тысяч, ниже 200, это не критично. Здесь самое главное, чтобы уровень безработицы сокращался и средний заработок увеличился. Вот на что смотрит ФРС. ФРС смотрит на индекс расходов на личное потребление. Потребление увеличивается только в том случае, когда увеличиваются доходы. Потому что основное тождество макроэкономики – доходы равны расходам. Если доходы увеличиваются, значит увеличиваются и расходы. ФРС смотрит на корпусе Ай, индекс расходов на личное потребление. Оно может увеличиваться только в одном случае, если увеличиваются доходы. Поэтому здесь Монфарм может быть и 130 тысяч, и 150. Поэтому здесь не тот индикатор для анализа политики именно Федрезерва. Здесь именно средний заработок и безработица, и инфляция. А Монфарм – это уже вторично. Так, ЕЦБ. Что касается ЕЦБ, то смотрите, Илья, сегодня, даже накануне мы получили намек от ЕЦБ. Здесь сколько он долго будет отыгрываться, я не знаю. Может быть сегодня отыграют эту новость и забудут на некоторое время. Могут еще дальше отыгрывать. То есть здесь даже важно не это, что именно сегодня. Здесь просто важно направление, траектория. Траектория того, что ЕЦБ указывает на нежелательный эффект от укрепления евро. Поэтому смотрите, здесь какая ситуация. Здесь как только мы будем получать слабую статистику из еврозоны, допустим, либо в целом по еврозоне, либо по Германии, как ведущей экономикой еврозоны, то все сразу же будут вспоминать про эти заявления ЕЦБ и главы Марио Драги. Поэтому здесь смотрите на отчеты по еврозоне. Сегодня их нет. Сегодня таких отчетов нет. Вот, допустим, на будущей неделе будут отчеты. Как только мы получаем негативные цифры, то сразу же евро будет под давлением. Опять будут муссировать слухи. Вот действительно Марио Драги и его коллеги, они правы. Евро очень сильно укрепился. И вот мы видим негативную статистику. Поэтому евро будет снижаться. Вот здесь такая траектория получается. То есть ЕЦБ нам сделал посыл. И, соответственно, чем больше негативной статистики у нас будет, тем будет у нас больше снижения. На этой неделе мы статистику уже получали негативную. Если посмотреть, у нас из Германии были плохие отчеты. Сократился чисто экспорт. Также сократилось промо-производство. Вот это все уже начинает проявляться. Поэтому теперь, скажем так, траектория сделана. И теперь ждем статистику из еврозоны. Сегодня ее, к сожалению, нет. Так, безработица в Канаде может так не повлиять на доллар в 15.30. Безработица в Канаде повлияет на пару доллар канадский к американскому доллару. Если в целом смотреть на индекс доллара, то здесь реакция будет, и влияние будет минимальное и незначительное. На пару евро-доллар это практически никак не повлияет. Ну, пару пунктов реакция будет. Так, я что-то пропустил. Значит, ослабление евро... Да, ослабление евро это вниз. Александр, вы совершенно правы. Значит, с парой евро-доллар мы разобрались. Ждем сейчас роста. Вот еще буквально минут 15-20. И затем уже ожидаем снижения. Теперь перейдем к следующей нашей валютной паре. Пара у нас фунт к американскому доллару. Здесь, на мой личный взгляд, следует также действовать по аналогии, как и с парой евро-доллар. То есть, сейчас еще подождем небольшого роста котировок. У нас сейчас максимум 1 на 53.82. И здесь, на мой личный взгляд, сейчас еще подождем роста минут 15-20-30. И затем уже можно также будет шортить. То есть, устанавливаем ордер на продажу на максимуме текущего часа. Здесь факторы тоже негативные для британской валюты. На мой личный взгляд, коррекционное движение уже сейчас будет выдыхаться. И здесь мы сегодня еще немного подрастем. И опять будем снижаться. Накануне мы также подрастали и снижались. Мы говорили о 52.71. Мы ее достигли, эту отметку. Сейчас, на мой взгляд, тенденция повторится. Опять рост котировок и опять будет снижение. Снижение уже к нижней границе по Боллинджеру. Это у нас 52.80. 52.80, 52.85. Вот в эту область. Здесь накануне у нас было заседание Банка Англии по монетарной политике. Также были оглашены итоги, протоколы. Раньше вот у нас в первый четверг было заседание. А протоколы были через две недели в среду. Сейчас все совместили. И сразу же заседание и протоколы. Сейчас стало все гораздо более удобно. Здесь необходимо отметить, что мы получили накануне статистику негативную из Банка Англии. Здесь они указывают на то, что инфляция будет еще долго оставаться ниже уровня 1%. Базовая инфляция, то есть фактор негативный для монетарной политики. То есть при низкой инфляции ставки повышать никто не будет. И также было указано на то, что они ожидают уже замедления темпов экономического роста. То есть если во втором квартале ВВП увеличился на 0,7%, то в третьем квартале они ожидают, что будет уже рост на 0,6%. То есть уже будет замедление, ускорения не будет. Соответственно все это негативно для валюты. Потому что если у нас понижаются прогнозы, то снижается привлекательность инвестиций в данную валюту. То есть в данном случае британский фонд. Также еще было отмечено, что Великобритания сейчас идет по пути сокращения расходов государственного бюджета. То есть государственные расходы сокращаются. И данный фактор он тоже всегда исторически был негативный для ВВП. Потому что государство наряду с государственным сектором, наряду с инвестициями, чистым экспортом и расходами домохозяйств это и есть ВВП. То есть что такое ВВП? ВВП стоит из четырех секторов. Назовем это сектора. Это самый важный расход домохозяйств. Личное потребление, о котором я говорил, ФРС смотрит на показатель корпус и так называемый. Так вот, расход домохозяйств, инвестиции, чистый экспорт. Чистый экспорт это экспорт минус импорт. Если он положительный, это чистый экспорт. И также непосредственно расходы государства. То есть государство тратит бюджетные деньги. И соответственно все это также стимулирует экономический рост. Сейчас в Великобритании сокращаются государственные расходы. Соответственно также будет и уменьшение темпов экономического роста. Поэтому факторы получаются у нас негативные. Плюс также Банк Англии отметил тот факт, что еще присутствуют риски внешние, замедление со стороны Китая. То есть Китай сейчас всех напугал. И ФРС, и ЕЦБ, и Банк Англии. Поэтому здесь протокол был крайне негативный. И все это способствовало тому, что очень сильно расширились спреды гособлигаций десятилетних США и Великобритании. И здесь такая тоже есть особенная. Спреды облигаций США и Великобритании расширились в пользу американских активов. Но вот спред облигаций Великобритании и Германии, он уже расширился в пользу британских активов. Поэтому здесь еще некоторый рост котировок возможен. Я уже говорил о том, что сейчас еще подрастем некоторое время и затем уже будет разворот, на мощный взгляд. Поэтому здесь такая же тенденция, аналогичная. Здесь ожидаем роста котировок и затем уже непосредственно укрепление американского доллара. Поэтому здесь также можно ставить ордер на продажу на максимуме текущего часа. Здесь, если посмотреть у нас на сцеляторы технического анализа, вот на четырех часовках у нас уже дивергенция образовалась. Дивергенция в зоне перекупленности. То есть сейчас уже рынок созревает для того, чтобы развернуться вниз. И я думаю, что вот еще небольшой задерок будет наверх. И будем отыгрывать эту дивергенцию на четырех часовках. Здесь будет потенциал снижения. Область 1,5280-5285. Это область нижней границы по Боллинджеру на часовках. Уважаемые коллеги, задавайте, пожалуйста, свои вопросы. И я на них с удовольствием отвечу. Фунт может сегодня достичь вчерашнего минимума 52,72. Андрей, благодарю за вопрос. Теоретически вполне может достичь. Почему нет? Но я бы лично зафиксировал бы прибыль на отметке 52,85. Может быть, ниже уйдем, может быть, не уйдем. Вот чтобы не гадать. Вот до 52,85 шансы высокие, что мы можем дойти до 52. У нас вчера минимум даже было на 52,72. 52,60. Если посмотреть повнимательнее на экстремум 16-часовой свечки, то 52,60 был минимум. Это и минимум дня. До 52,60 также может дойти, но не знаю, может быть, да, может быть, нет. Вот 52,85 цель вполне реально достижима. На обновление минимума пойдем по фунту. Благодарю за вопрос. Сегодня нет на обновление, если вы имеете в виду минимума года. То сегодня здесь, я не знаю, здесь должны быть какие-то там расстрелы в Банке Англии. И в Федрезерве должны друг с другом стреляться, чтобы фунт сегодня ушел на минимум текущего года. На там почти 800 фунтов обвалился. Что касается периода до такой среднесрочной перспективы, то да, я лично ожидаю снижения до минимальных уровней текущего года. Я думаю, что пойдем на минимум зимой. Зима у нас в декабре, январь, февраль. Когда точно не знаю. Может быть, в декабре, может быть, в начале следующего года. Ожидаю, что пойдем на новые минимумы. Я не учитываю тени свечей. Давайте расстреляем. Мы с вами такими вещами заниматься не будем. Мы все-таки с вами люди цивилизованные. Нам это не крему. Что касается, если вы не смотрите тени свечей, тогда здесь у нас минимум получается и максимум красного по теням свечей. Поэтому здесь вы меня спросили про минимум. Я вам и ответил, что минимум 52,60. Поэтому здесь вот такая тенденция. Перейдем к следующей нашей валютной паре. Пара доллара и японская иена. То есть тени учитываем. Конечно, учитываем. Как же их не учитывать? Структура свечей состоит из того, что в себя включает это цена открытия, закрытия, тени, верхняя, нижняя. Четыре котировки. Поэтому как же их не учитывать? Конечно, учитывать. Обязательно надо учитывать. Вот сейчас я говорю, что размещаем ордер на продажу на максимуме текущего часа. То есть на верхней тени. Поэтому обязательно учитываем. Как же не учитывать? Учитывать необходимо. Так вот, значит, к паре доллара и японской иены мы перейдем. Здесь у нас наблюдается рост котировок в азиатскую сессию. Связано с тем, что есть спрос на рисковые активы. И японская иена под давление, потому что она валюта фондирования. На мысль взгляд, тенденция к росту здесь будет еще сохраняться. Будет продолжаться рост котировок. Потому что в целом ситуация позитивная на фондовых площадках. Они готовы еще продолжить рост и завершить неделю в положительной области. Поэтому здесь я ожидаю, что будет также небольшая коррекция по данной валютной паре. Коррекция у нас текущая котировка 120.12. На мой взгляд, коррекция будет к средней границе по Боллинджеру. На часовках это у нас область 119.92 и чуть повыше. То есть я бы поставил ордер на покупку на отметке 120 ровно. Первый байлимит и второй байлимит на нижней границе по Боллинджеру на часовках 119.74. И ждать роста котировок до отметки 120.36. Вот такой небольшой потенциал для роста. Почему такой небольшой? Потому что по-прежнему у нас флет. Флет очень узкий. И здесь у нас достаточно такие вялые движения проходят по 20-30 пунктов. Здесь достаточно тяжело взять больше. И вот в этой связи пунктов 25-30, если получилось взять позиции, то можно закрывать. Потому что мы видим, что очень такие слабые движения в данной валютной паре проходят. То есть умеренный рост котировок после небольшого снижения. Сначала снижение, затем умеренный рост на 120.36 в области первого уровня сопротивления. Уважаемые коллеги, задавайте, пожалуйста, свои вопросы. У нас еще немного времени, и я на них с удовольствием отвечу. Также хотелось бы сделать небольшой анонс. Мы проводим конкурс «Прогноз дня». Приглашаю принять всех желающих участия в этом конкурсе. Оставляйте свои прогнозы на нашем форуме. В специальной ветке конкурсной сейчас ссылку я выложил. Прогнозы принимаются по трем валютным парам. Евро, доллар, фунт, доллар, доллар, японская и иена. Необходимо спрогнозировать цену закрытия текущего дня по терминальному времени. То есть цену закрытия дневной свечки. Количество призов у нас не ограничено, нет ограничений. Поэтому здесь, если вы будете победителем в трех номинациях, то сможете получить три приза. Все правила указаны в данной ветке на нашем форуме. Здесь, да, совершенно верно, Александр. Три прогноза, три приза. Приз у нас бонус на торговый счет. Поэтому приглашаю всех желающих принять участие. Принимайте активное участие в данном конкурсе. То есть у каждого из вас есть возможность получить бонус на свой торговый счет. Так, нефть и золото. Благодарю, Олег, за вопрос. Что касается нефти и золота, то здесь такая интересная картинка получается. Либо мы еще все-таки немного сходим повыше и начнем падать. Либо мы начнем падать с текущих уровней. Но не с текущих уровней имеется в виду, а вот еще немного подрастем. Там пять минут, может, полчасика и затем уже начнем падение. По-прежнему здесь все негативно для рынка нефти, для рынка золота. Но вот пока что движемся наверх. Вчера мы по нефти говорили, что у нас есть два уровня для продажи. Текущий уровень и также по бренд это максимум августа месяца 54-78. Может быть все-таки решили сходить на максимум именно августа месяца по бренду 54-78. Может быть туда не пойдут, пока что я лично не знаю. Но шансы остаются. По-прежнему, что могут еще протестировать 55 и дальше вниз. То есть здесь и по графическому анализу хорошая будет модель. То есть пробивают ложный прокол верхней границы консолидации и затем уже вниз на движение. Но пока что не совсем картинка ясна. Может быть будет, может быть не будет. Почему я и накануне предложил на нашем тематическом вебинаре по нефти двумя частями продавать. От текущих уровней и на 55 ровно по бренду. То есть может быть будет пробой, тогда сработает ордер. Может быть не будет. Поэтому здесь уже дивергенции тоже стоят. И сейчас разворот должен быть в самое ближайшее время. Но может быть еще все-таки спекулятивно наверх нефть свозят. Соответственно, если нефть везут наверх, то и золото также немного подрастет. По золоту в начале недели мы с вами говорили также, что есть две точки для продаж. Это 1145 и 1155. И вот сейчас мы можем как раз сходить именно к второй точке 1155 и затем также развернуться вниз. То есть по золоту здесь также говорилось, что еще рост некоторый возможен. В начале недели и затем снижение. Но у нас в начале недели роста не было. Вот сейчас рост происходит. Здесь такая запоздалая реакция за счет именно рынка нефти. То есть я думаю, что в начале недели и золото сильно пойдет наверх, и нефть. И затем оба развернутся. Но вот рост такой был постепенный. Поэтому сейчас золото идет за нефтью. А нефть еще теоретически может сходить по бренду на 55. Так, будет ли в Китае девальвация на 100% или около того? Александр, вы такие вопросы задаете глобальные, что я не знаю, как вам ответить, честно говоря, на 100% или более. Я лично не знаю, будет ли определенная девальвация еще возможна, но чтобы сразу так резко на 100% там и соответственно сразу же там резкие изменения по Иванию. Не знаю, здесь этот вопрос лучше задать непосредственно монетарным властям Китая. То есть напишите письмо или телеграмму в Китайский народный банк и спросите, какие у них планы по девальвации. Такой глобальный вопрос, я не знаю на него ответа. На мой взгляд, еще умеренная девальвация британской валюты и китайской валюты возможна. Золото свечка вверх обновляет максимум. Золото свечка, вы имеете в виду, Олег, часовая, да, часовая свечка вверх, но здесь часовая это часовая, необходимо посмотреть, что у нас будет на дневках. На дневках пока у нас еще день из-за этого не завершился, поэтому торопиться пока что не будем. Еще раз подчеркну, золото сейчас движется вслед за нефтью, а по нефти еще возможен потенциал на 55 по бренду. Вчера я об этом говорил, что либо сразу снижаемся, либо еще на 55 сходим и там будем снижаться. Поэтому здесь золото сейчас движется за непосредственно котировками нефти марки Brent. Уважаемые коллеги, благодарю всех за внимание, желаю всем успешной торговли, хорошего настроения. Также у нас впереди выходные, желаю всем приятного отдыха. И в понедельник приглашаю вас всех на наш вебинар, понедельник, 12 октября, 10.30 по Москве, ежедневный обзор валютного рынка Форекс. И также не забывайте принимать участие в нашем конкурсе. Конкурс у нас проводится две недели, это первая неделя, следующая неделя вторая будет. Каждый день три прогноза, три победителя. Поэтому у всех у вас потенциально есть шанс получить призы от нашей компании, бонус на свой торговый счет. Еще раз благодарю всех за внимание, до новых встреч.